Привет всем! Вы на канале Неизлечимой цветоманки, где я, Ира, рассказываю про свою коллекцию растений. В этом видео буду рассказывать про хоя хешкелианова-регантная. Эта хоя имеет мелкий матовый лист. Она очень-очень красивая. Есть, мне кажется, у каждого коллекционера. Ну, мимо нее невозможно пройти, не обратив внимания. Стоит она у меня на южном окне. Она не сгорает, а загорает. Вот такие малиново-красные листья молодые. У нее появляются на ярком освещении. Хоя имеет медленный темп роста. Ну, вот именно мой экземпляр. Черенки, которые тоже ставлю укореняться, они тоже очень медленно укореняются. То есть я ее отношу к медленно растущей, укореняющейся хоя. Ну, это единственное, что у нее меня немножко смущает. Ну, как смущает. Наверное, это единственный ее недостаток. Для кого-то это достоинство. Потому что в данном случае она очень компактная хоя. У меня здесь у моего экземпляра есть небольшой секретик. С прошлого года, с прошлого сезона у меня осталось несколько укорененных черенков. Примерно вот такого размерчика. И как раз мой черенок, получается, мой маточник, нуждался в пересадке. И я подсадила к нему несколько череночков для пышности. Вот, поэтому здесь у меня не один черенок, а в итоге несколько растений. Вот, ну, мы можем видеть, где сам маточник. То есть, вот получается, вот эта длиннющая пледь, это все вот одна пледь. Вот. Эту пледь я ни разу не резала. Она начала у меня куститься сама. То есть, вот здесь новый рост. Вот здесь. Здесь. Она в этом плане, она очень быстро, с ним, так скажу, с ней можно быстро добиться эстетического вида. Еще за счет того, что она очень густро растет, у нее не вот стандартный там узел и два листа, то есть вот так вот. Она чаще растет вот такой мутовкой. То есть, узел и 4-5 листов там на нем растут. За счет этого она выглядит такой пышной. Если бы она вся росла вот так, то, ну, сами понимаете, такого вида не было бы. Вот в этом плане она молодец. То есть, вообще, красивая, компактная. Любит солнце. Ну, прям идеальная хоя. Но даже и вот это вот быстрое, то есть медленное укоренение, медленный рост, это, ну, не недостаток, а, скорее всего, просто ее какая-то особенность. Вообще, я заметила, что мелколистные чаще медленнее укореняются, медленнее растут, чем средний или большой лист хоя. Так что тут не работает пособица, мало да удал. Вот. А по грунту, по освещению, все как у всех. Окно южное, как я уже говорила, не боится, загорает. Глиняный горшок. Горшки у меня без отверстий. То есть, они вот так заклеены. Никакого дренажа нету. И грунт. Мой обычный грунт. Вот. От нее просто невозможно оторвать взгляда. Вот сколько она у меня в коллекции. Ей года три, наверное. И ни разу у меня не приходила такой мысли, что, ой, мне что-то она надоела, я хочу ее убрать из коллекции. Нет. Я думаю, что такие мысли никому не приходят. У многих она есть, многие ее любят. Есть еще альба маргинатная форма. У меня она есть, она маленькая. Ну, я вообще больше люблю варигантные. Это касается многих и Кенсиана, и Пахиклада. Хоть у меня есть обе, но больше вот моему взгляду, по моему вкусу, мне нравятся варигантные формы. Ну, а как коллекционер надо иметь все. Мы еще такие хомяки. Вот так вот смотрю, и это напоминает мне миниатюру Пахиклады. Пахиклада варигантные, кстати. Сниму они и видела. Это тоже моя любимая Хоя в списке топ-10. Но Хишкеляну я не отнесу к самым прям любимым-любимым. Но любимая, конечно, никогда с ней, наверное, не расстанусь. Вот. Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за внимание. Пишите свои комментарии, вопросы. Делите своим опытом выращивания Хишкеляны. Может быть, у кого-то она растет быстро. Вы не знаете, куда девать наматывать плети. Вот. Будет интересно почитать. Всем пока-пока.